всем привет дорогие друзья с вами я ибек осынов и мое очередное видео как сделать биогазовую бочку из 200 литровой бочки очень много комментариев писали как делать ну все люди которые первый раз сталкиваются с биогазовыми технологиями они хотят попробовать этот биогаз реально ли он горит 200 литровой бочки это как бы самый первый эксперимент я вам сейчас объясню как сделать реально хорошую биогазовую установку из 200 литровой бочки но я вам сразу говорю это просто экспериментальная установка почему экспериментально я это расскажу в конце видео для начала вот например у вас скажем 200 литровая бочка всех пытаются делать у вас должно быть обязательное место загрузки она скорее всего или маленькая там шумпали как крышка ну вот и крышка я обычно что делал я брал 5 литровую пластиковую бутылку резал ее и вот так и и как бы черну до загружать очень долго очень временно но это самый лучший вариант то что делать ничем разрывать бочку на две части и что быстро пополнять заполняем почку заполняем заполняем 200 литровую бочку на 70 процентов не забудьте не больше не меньше как это измерить как можно измерить 70 процентов бочки вы берете обычную любую длинную палочку или длинный провод длинный провод засовывайте ее вовнутрь вот через эту дырку и до конца ну и все потом вытаскиваете и вот примерно делаете так отметочку и в отметочки проверяйте 70 процентов и после этого после того как каждый раз будете засовывать вы проверяйте реально 70 процентов но если чуть-чуть будет больше чуть меньше ну это ничего но советую чтобы это было 70 процентов это самый лучший оптимальный вариант второе место для выработки газа то есть берете как вы знаете бочка она очень тоненькая и и на нее тяжело что-то приварить к этой бочке что мы делали мы брали металлическую резьбу то есть как еще назвать не знаю ну короче труба с резьбой снизу гаечка сверху тоже гаечка с низней части гаечку я не знаю как это делать у меня биогаз установка была нет да если это это этот способ работать в тот момент если у вас биогазовая бочка вот бываете что есть такие больше который крышка открывается если у вас крышка открывается этот вариант для вас если у вас крышка не открывается этот вариант не для вас вам надо обязательно использовать у тут сварочку то есть делайте металл используйте авто автоген потому что самый оптимальный вариант, чтобы приварить это, автоген, ну не больше. Ну или же какими-то другими способами советую это сделать. Можно эпоксидный клеем тоже сделать, но на сколько хватит, не знаю. Это экспериментально. У вас вот тут краник, обязательно. После краника у вас как бы уже идет выделение газа. Смотрите, надо ли делать сюда отопление? Если вы находитесь в северной части СНГ, например, в России, то да, какой-то надо обогрев делать. У нас в Узбекистане летом обогрев не нуждается, потому что температура в воздухе у нас до 40 градусов поднимается, а я просто взял бочку, покрасил ее в черный цвет и просто поставил ее на солнце, и это нормально хватало мне, чтобы выделялся нормальный газ. Это в Узбекистане. Но если вы в России, то вам обязательно надо установить какой-нибудь тент, чтобы обогревать температуру. Точно так же у меня в предыдущем видео было, я как показывал, как измерять температуру. Точно так же ставите термометр. Термометр тоже. Но самый еще лучший вариант поставить термометр, вот поставить через эту крышку, чтобы она была ровная. Труба приваривается в эту трубу, эбоксидом или пластиковую трубу, или какую-то трубу, но желательно металлическую. Просто трубу привариваете, и когда вы закручиваете крышку, вот она, термометр, отпускается на центр, центр. Вообще, это должно быть вот тут, в центре. Но так как я показываю из 200-литровой бочки, вот это самый удобный вариант. Хорошо, термометр, обычный термометр. Какие термометры используют, я советую вам посмотреть это видео до конца. В конце видео это выложу, как бы, дальше какое видео, ну, как термометрами работать. Все, сделали тент. Набирайте. 38 градусов. Самый удобный, самый легкий вариант, это нагреть до 38. Если вы хотите, чтобы она более лучше держала тепло, обязательно утеплите вашу бочку. Обязательно. Чем утеплять? Утеплять чем, что у вас дома есть. Можно там тряпочкой, можно старыми куртками, можно стекловолокном. Но чем больше, тем лучше утеплять, тем лучше для вас. Потому что бочка, когда будет наступать вечер, она, теплопотеря будет меньше. Поэтому чем больше утепляйте, тем лучше. Хорошо, набирайте 38 градусов. А теперь, как измерять, чтобы он выходил газ? И через сколько дней будет выходить газ? Учтите, газ, если вы загрузите, вы обязательно, я вам советую загрузить только коровий навоз. Не надо ни свиной, ни птичий помет. Из свиного навоза и птичьего помета газ выделяется через 40 дней. А через навозы КРС выделяется уже на 15 дней, у вас будет чисто гореть газ. Поэтому я вначале советую, для эксперимента использую только коровий навоз. Не свиной, ни птичий помет. Окей. Загрузили в жидком виде. Насколько она должна быть в жидкости, тоже опять советую, у меня отдельное видео есть на канале. Загрузили, первый день. Вот у вас краник. Закрывать ли краник? Не закрывайте краник. Потому что, когда вы будете его обогревать, у вас, возможно, взрыв, если вы закройте краник. Поэтому краник открывается открыто. Сюда вот закрепляете любую какой-нибудь шланг. И обязательно, не забудьте, это точно так же, вот эту установку вы будете использовать еще в других ваших больших установках. Вот это вы, если у вас вот в этом все получилось, вы можете потом увеличить его во многие разы. Смешивание. Смешивание, ну, как вы знаете, это 200-литровая бочка. Вообще-то надо что-то смешивать таким. Но тут что делать? Тут просто, как бы, пополоскать. Но это не советуется, но хотя бы раз просто переполоскните и все, не более. Я делал так. У меня нормально получалось. Короче, с выходом метана. Берете пластиковую трубу. Я вам сейчас поросую. Ну, пластиковую или металлическую трубу. Обязательно ее, ваш шланг должен идти до дна. И заливайте ее водой. Если вы это делаете зимой, заливайте соленой водой. Если вы делаете это летом, просто обычная вода. Не надо там какие-то известковые налеты. Просто обычная вода. При нагревании вашего реактора у вас будет выделяться газ. Постепенно у вас будут идти булькивания. Сразу вам говорю, 13 дней вонять будет нереально. Советую ее делать где-то подальше, не возле своего дома. Углекислый газ, вы как вы знаете, пердеж, это и есть углекислый газ. Точно так же будет вонять, как и пердеж. Если у вас будет рядом вашего дома, представьте, что у вас все время кто-то будет пердеть. И самое худшее, углекислый газ, это тяжелый газ, тяжелее воздуха. И он поэтому будет, как бы сказать, бегать у вас по комнате, по вашему двору. Пока если он не рассеется, он будет у вас во дворе. И вонять будет жутко. Поэтому учтите вот это тоже. Я сразу говорю, у меня дома вонял, нереально вонял. Родители меня хотели выгнать из дома, из-за биогазоустановки. Выходит, 13 дней будет выделяться газ. А теперь, как проверить, что у вас реально ли выходит лимитан? Что вы делаете? Например, примерно час или на... Я советую на час, или можно и на два часа. Закрываете вот этот краник. Закрываете краник на час. Ставите в телефоне таймер на час. Потому что, если вы вдруг забудете, это все взорвется, то реально. Ставите таймер на час. Просто через час, когда вы приходите, открываете краник, у вас вот тут будет сразу булькывание. Потому что тут в данном количестве будет давление. У вас будет идти булькывание. Не надо, учтите, не надо сразу проверять, проверять спичками напрямую сюда. Многие люди берут просто вот на шланг, держат ее на шланг и берут спичками. Это взрывоопасно. Если вас газ затянет, вот эта бочка у вас грамбанет. Да, с вами ничего не будет, наверное, но, скорее всего, вы будете в говне. Полностью в говне. Это у нас было. Я не был в говне, но те люди, которые делали это, они мне рассказывают, что они были в говне. Из-за вот этой ошибки. Поэтому проверять только вот тут. Вот, например, у вас просто сюда спичку зажгите и все. У вас на 13-й день будут идти вспышки. Обычно какие вспышки? Вот, например, у вас открывается, тут у вас газ выделяется через бутылку. У вас времени от времени будут просто вспышки. На 13-й, на 14-й день. На 15-й день это гарантированно. Это я вот такую установку строил, ну, наверное, 5-6 раз строил. У вас на 15-й, 16-й день у вас вот тут будет гореть. А, да, еще учтите, чтобы вот этот шланг у вас не сгорел. Советую вот эту часть использовать какую-то металлическую трубку. Ну, чтобы просто шланг и тут металлическую трубу просто засуньте в бутылку и все. Вот тут у вас будет гореть газ на 15-й день. Это обычно самый легкий, самый дешевый. Можно не использовать вот эти, если вы не хотите. Обязательно покрасить черным цветом, поставить на солнце. Самый дешевый, самый легкий способ, как сделать биогаз из 200-метровой бочки. Да, в интернете очень много людей, которые делают это, показывают, как это все делают. Я вам рассказываю из всех ошибок, которые мы делали. Из всех взрывов, из всех тех, то, что у нас проблем, то, что у нас было все-таки. С вами я, Айбек Касынф, это канал Биогаз в Узбекистан. Подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии, какие вопросы у вас возникают при сделании установки. Я не могу вам ответить, потому что у меня есть свои личные бизнесы. Точно так же я имею других несколько своих каналов. Наберите в поиске Айбек Касынф на русском. У меня уже канал на русском языке. Там я рассказываю только о бизнесе, как делать деньги, зарабатывать деньги и все такое. Точно так же у меня есть на узбекском языке тоже канал. Там уже очень много народу, подписчиков. А это канал чисто для Биогаза. Я просто делюсь своими опытами. Напишите ваши комментарии, какие вопросы вас мучают. Я специально для вас сделаю видео. Точно так же это для других людей. Спасибо.